Всем привет! С вами снова Александр. Сегодня у меня на обзоре долгожданное обновление популярной колясочки от компании Baby Jogger. Модель называется у нас City Mini GT. Вот сама City Mini GT. А обозреваем мы с вами сегодня вторую версию City Mini GT 2. Это принципиально одинаковые коляски, но с значительными доработками. В этой версии были нюансы, которые не нравились достаточно многим людям. И, соответственно, производитель понимает, что что-то здесь не так. И допилил, доделал, усовершенствовал. И теперь она получилась практически идеальной. Но с маленькой пометочкой. Ее не рекомендуют использовать как коляску для роликов, катания на велосипеде. То бишь, для этих целей у них есть City Elite. А это такой городской внедорожничек, которого вам хватит за глаза для любых дорог на самом деле. И на роликах можно покататься, ничего страшного с ней не будет. Так, вот, собственно, колясочка перед вами. Она достаточно крупная. 9,7 килограмм, если память не изменяет, весит. Выдерживает ребенка аж 22 килограмма. Запас прочности тут реально большой. Вот, поэтому интересный вариант получился. Так, начнем сверху вниз. Что касается ручки, что в City Mini GT, что во второй версии используется ручка. Обивка в ручке всегда используется у них резиновая. Это очень прочный материал. Кому-то не нравится на ощупь, но зато уверенный хват. Не скользит, держится прям классно. Так, ручка у нас по высоте, естественно, регулируется. С этим все хорошо. Что касается козыречка, у них, получается, всегда в козырьке есть два смотровых окошка. Раньше он был на липучках, сейчас на магните. На магните реально удобнее. И сам материал, кстати, сильно изменился. Здесь он такой, чуть-чуть такой баллониевый, что ли. А здесь уже такой плотный материал используется. В общем, магнитики с двух сторон. Это круто и удобно. Так, что касается, почему здесь два окошка. Например, вот так мы смотрим за ребенком. Можем вот так посмотреть. Но если мы делаем вот так, соответственно, если бы было окошко одно, то мы бы уже потеряли обзор ребенку, за ребенком. Соответственно, активируется у нас, получается, второе окошко, если мы одну секцию сдвигаем. Это реально круто и удобно. Я такого, если честно, ни одного производителя не помню. Что касается козырька, он большой. Хватает его за глаза. Кто бы что ни говорил. Он, кстати, с защитой от ультрафиолета. В жарких странах на солнце это будет очень даже актуально. Так, давайте на само сидение немножечко посмотрим. Сидушка здесь у нас большая. Спинка у нас жесткая. Пятиточечные ремни с мягкими накладками. И на паховой зоне мягкая накладка. Что касается безопасности, у нас также есть бампер. Он с такой же резиной, как и ручка. Ребенок будет грызть, что угодно с ним делать. С ним будет все окей. Он имеет вот такую вот регулировочку. Из минусов он не откидывается, как калиточка. Он просто снимается. Так, еще принципиальное отличие, которое появилось у нас с первой версией. У нас появилась полноценная жесткая подножка с такой ножкой фиксацией. Соответственно, в сети мини GT здесь нужно было вывернуть подножку. И то она мягкая и ножки не держала. Это она выворачивалась, наверное, больше для того, чтобы какой-то мусор туда вытряхнуть. Вот, собственно, и все. И бампер раньше был обид материалом обычным, таким же, как коляска. Ручка резиновая. А здесь и бампер резиновый. Вот вам отличие. Дальше. Что касается шасси. Шасси принципиально здесь не поменялось. Немножечко увеличили больше ребра жесткости. Она стала чуть более такая сбитая, что ли. Потолще немножечко все стало. Я имею в виду вот в этой части. Тут осталось, как и было. Колеса здесь у нас резиновые. Проколоть их у вас не получится. Производитель заявляет, что здесь какая-то очень навороченная, интересная резина. С какими-то хорошими сцепными свойствами. Поэтому, не знаю, практика покажет, как эти колеса себя проявят. Дальше. Что касается тормоза. У них всегда используется, как и в предыдущей версии, ручной тормоз. Вот здесь вот так отгибаем. Все, коляска встала. Отгибаем обратно. Коляска поехала. Колеса, кстати, здесь для транспортировки в самолете очень легко снимаются. Нажимаем кнопочку. Все, колесо сняли. И в путь. Это очень удобно, если вы летите куда-то, убираете ее в чехол и сдаете ее у трапа. Их же кидают, швыряют. Поэтому лучше колеса снять. Мало, меньше шансов их повредить. Переднее колесо у нас одно. С возможностью блокировки на плохой дороге. С этим все в порядке. Что касается амортизации. Амортизация у нас тут есть. Коляска действительно имеет хороший плавный ход. С этим все хорошо. Кстати, по тканям. Ткани реально сильно поменялись. Сейчас ткань стала тактильно приятнее. Что касается матрасика. По мягкости они приблизительно одинаковые. Но из-за того, что ткань другая, вот этот матрасик воспринимается что ли мягче слегка. Может быть мне кажется. Но вот мне здесь нравится больше. И это хорошая коляска. Но вот здесь вот все-таки чуть-чуть тактильно стала она приятнее. Что касается спинки. Здесь у нас ремешки. Нажимаем. Все. Вот у нас наклон. Градусов 170, я думаю, здесь должно быть. Если хотим проветрить, соответственно, берем, откидываем. Москиточка у нас здесь. И проветриваем. Можно ее завернуть и здесь за петельку зажать. Зафиксировать таким образом. Вся она крепится на липучке. Поэтому ветер сдувать ее не будет. Так, соответственно, давайте теперь посмотрим на багажник. Что у нас из себя представляет багажник. Багажник у нас здесь большой, толковый. Но не сильно. Потому что доступ сзади в багажник относительно неудобный из-за перекладины. Можно вот так вот надавить и что-то просунуть здесь. И сбоку. В принципе, можно что-то крупное положить. Но получается, что мяч, например, какой-то полноразмерный, сюда будет, придется запихивать как-то не очень удобно. Но в целом, более или менее, такие не очень крупные вещи легко помещаются. С этим все нормально. Так, теперь давайте я ее сложу. Посмотрим, как она выглядит у нас в сложенном виде. Так, чтобы ее сложить, здесь под ребеночком есть ремешок, за который нужно будет дернуть. И один еще маленький ремешок, который разблокирует ее. И потом тянем. Сейчас, секундочку. Сначала его. А потом большой ремешок. Вот, собственно, что мы получаем в сложенном виде. Коляска, я считаю, для такого размера коляски очень становится достаточно плоской. Ну, сами видите, да? Бампер, если скинуть, получается, на этот же объем мы ее уменьшаем. И вот, пожалуйста, отлично. Хорошая, полноценная книжечка. И при том, что это внедорожная, по сути, коляска. 9,7 килограмма. Это не тяжело, на самом деле. Ну, и три колеса, конечно, тоже сказываются на этом. Четырехколески обычно чуть-чуть тяжелее. Так, собственно, по колясочке. Добавить мне больше нечего. Подытожу свое мнение, вам скажу. Как по мне, что эту я любил, эта хорошая коляска. По поводу подножки. Ну, и с этим можно прекрасно жить. Не знаю, у нас первая коляска была Britex B-Mofit 4. У нее такая же система была. Мы не парились, откатались, и все хорошо. Вот. Здесь же, соответственно, для любителей подножки. Она есть. Ткани стали приятнее. Допилили все вот эти вот, видите, нюансы. И теперь она стала достаточно такой еще и, скажем так, тактильной и визуально поприятнее. Вот. Мне лично зашла колясочка. Ее обновление имеется в виду. Могу смело рекомендовать для тех, кто ищет что-то подобное для себя. Так. Если это видео вам было полезно, вы что-то для себя подчеркнули в этом обзоре, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. Это очень важно для развития канала. Чтобы вы же могли что-то потом для себя в обзорах подчеркнуть при поиске детских товаров для себя. Вот. И первой коляске большое спасибо за предоставленную на обзор коляску BabyJogger City Mini GT 2. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. Всего доброго. Продолжение следует...